Поговорим сейчас о принципах. Принципы, с одной стороны, это, конечно, общефилософская тема, но с другой стороны, физика построена на каких-то принципах, которые позволяют ей жить и существовать. На самом деле, в астрономии, в космологии используется много различных физических принципов, и некоторые просто на слуху. Я перечислю все, я не знаю, имеет ли смысл все обсуждать, но о каких-то мы поговорим. Первое, которое сейчас активно обсуждается не только астрономами, но и физиками — это антропный принцип. О нем мы поговорим в конце, и так как это некое субъективное мнение, я, например, считаю, что антропный принцип не работает. Об этом мы тоже поговорим. Но есть и другие космологические принципы, есть принцип фальсифицируемости из области философии, хотя философия является, с моей точки зрения, искусством, но и не только с моей. Это же артсин в общем мировом понимании сейчас, то есть это искусство рассуждать. Есть принцип физически наименьшего действия, есть принцип заурядности Коперника. Все эти принципы так или иначе связаны с нашим восприятием жизни. Действительно ли они есть в природе или их придумали мы? И когда мы говорим, например, антропный принцип, сразу ощущение чего-то биологического. На самом деле, если мы вообще обернемся назад и посмотрим, как астрономы придумывают свои названия, то мы увидим много биологического в астрономических названиях. Это и черные дыры. На самом деле это очень даже биологическое название, именно поэтому оно было запрещено некоторое время назад во Франции. Еще страшнее это звучало, когда была доказана теорема, что черная дыра не имеет волос. Эта теорема связана с тем, что черная дыра обладает с одной стороны простейшим описанием, она описывается тремя параметрами. Это масса, спин и заряд. На самом деле, от заряда черная дыра быстро избавляется. С одной стороны, интерпретация теоремы, а с другой стороны, что если вы попытались сделать какой-то бугорчик на черной дыре, какую-то ниточку, волос, то черная дыра быстро от него избавится. То есть это вы можете все прочитать в книжке Кипаторна об истории черных дыр. Кроме того, мы знаем, есть темная материя, темная энергия. Тоже весьма непривычные названия в астрономии. Темная энергия — это некая субстанция, о которой мы не знаем почти ничего. Эта идея появилась в 1998 году для объяснения того, почему Вселенная расширяется. То есть это синоним того, что Вселенная расширяется. За этим словом не стоит какое-то особое физическое знание сейчас. У нас есть модели, но мы не можем выделить какую-то хорошую. Но термин возник, когда были популярны, например, «Звездные войны». Темная материя, когда она темная не потому, что мы о ней не знаем, а темная, потому что она не взаимодействует со светом. Большой взрыв — есть такой термин. Его придумал Хойл для того, чтобы разразлили космологов, которые считали, что Вселенная имела начало, и термин прижился. Хотя мы знаем, что Большой взрыв совсем не взрыв. Ось зла. Есть в космологии такое понимание, которое связывает с тем, что Буш-младший предложил обзывать некоторые страны, которые лежат вдоль одной линии на карте, осью зла. И оказалось, что подобным образом мы можем соединить пятна на карте реликтового излучения самых больших масштабов. Это пятна квадруполия и актуполия, то есть это масштабы 90 и 45 градусов на небе определенным образом соединить, и они будут совпадать и чем-то будут напоминать то, что указал Буш на карте. Это назвали осью зла, и это прижилось. Понятно, что в природе нет ни зла, ни добра. Вселенная живет по своим законам, но ей все равно, что происходит, с моей точки зрения. Есть великое ничто, это область в пространстве, в которой подразумевалось, что ничего нет, хотя на самом деле там что-то и много даже чего-то есть. Термин «эволюция» применяется ко многим объектам, которые эволюционируют в космосе и ко всей Вселенной. Генетический код Вселенной, который вел Юрий Парийский еще 25 лет назад, сразу отсылает нас к биологическому происхождению всей Вселенной, но понятно, что это не биология, а возникновение с некоторого кода, который может привести к эволюции. Ну и, конечно, антропный принцип. Антропный принцип — это эгоцентрический принцип, то есть мы знаем, как Вселенная должна выглядеть, мы об этом отдельно поговорим со взглядом из того, что подготавливает наша нейросеть, когда мы смотрим на окружающий мир. А, вот поэтому это так. Но на самом деле нужно, наверное, начинать с принципа Коперника или принципа заурядности, когда мы знаем, что Земля не является уникальной во Вселенной. Именно этот принцип сейчас начал обсуждаться, потому что когда мы видим планеты практически у всех звездных систем, оказывается, не все планеты находятся там, где нам бы хотелось, чтобы там была бы жизнь. Вот так я сформулирую эту фразу. А раз так, то Земля находится в некоторой зоне, выделенной. Ну, с моей точки зрения, это тоже эффект селекции, потому что мы не видим все планеты размером Землю сейчас, но, может быть, увидим потом. И если это так, если действительно эти планеты находятся в зоне обитаемости, если там достаточная химия, то принцип заурядности Коперника работает. Солнечная система ничем не выделена среди остальных, ну, за исключением класса Солнца. Практически у всех звезд есть планеты. Ну, и действительно, Вселенной наплевать на нас в данном случае. Есть мы, что мы о ней думаем. И если наша цивилизация не очень удачная, то будут созданы совершенно другие, и результаты нашей цивилизации в этом плане заурядны. Я бы не хотел, чтобы так случилось, поэтому давайте беречь окружающий нас мир. Существуют другие принципы, которые мы используем. Значит, из этих принципов я один уже назвал. Это принцип фальсифицируемости Попера. Я бы сказал, что это один из самых существенных вкладов современной, будем называть современной, хотя это первые декады прошлого века философа Карла Попера. Вообще, вклад философа в современную науку, потому что неким образом она позволяет отобрать, то есть вот эта теория или вот этот подход, он позволяет отобрать научные гипотезы, которые имеет смысл рассматривать. Мы не говорим, что научная гипотеза не верна. Мы говорим, что проще работать с той гипотезой, которую можно опровергнуть. И принцип фальсифицируемости говорит, что та гипотеза является научной, которую можно опровергнуть в принципе. То есть, может быть, она и верна, но все равно можно ставить эксперименты для ее проверки. Если есть гипотезы, которые вы не можете проверить, то вы их должны рассматривать за пределами науки. И таких гипотез очень много. В том же искусстве, в тех же приложениях теологических, философских приложениях есть много гипотез, которые вы не можете проверить, но можете об этом красиво рассуждать. Физика, конечно, работает не так, но мы знаем и физико-математические теории, которые тоже нельзя проверить. Например, теория струн. В настоящий момент мы ее не можем проверить, она не удовлетворяет принципы фальсифицируемости, как бы она красивой ни была. Является она из-за этого не научной? Нет, не является. Она является научной, как и какие-нибудь сложные математические неполные теории, которые строятся, но на настоящий момент вам не удается их проверить. Часть теорий математических, например, были проверены на компьютерах, и оказалось, что они верны. Или часть еще проверяется непонятно, сколько времени у нас какие-то теоремы будут доказаны или опровергнуты, что это не теорема. В физике точно так же. Другой интересный принцип, который обсуждается, который используется и, на мой взгляд, используется неверно и воспринимается неправильно — это принцип Оккома. Уильям о Фокком — это монах некой деревеньки, которая называлась Окком, который предложил интересную идею, что всякое описание имеет смысл только в том случае, когда описано минимальным количеством сущностей. Не имеет смысла размножать сущности для его объяснения. На самом деле это то, что мы знаем сейчас как метод главных компонентов. Представьте себе, что вы имеете сложную систему, которая описывается набором параметров, и часть из этих параметров связаны друг с другом. Вы можете избавляться от этих параметров, если они коррелируют. Это можно рассматривать как частный случай более широкого математического метода, который называется метод nm6 квадратов, если вы включаете в этот метод еще и количество свободных параметров. Соответственно, решаете соответствующие функционалы и выводите. То есть, Окком, который жил в конце 13-го начале 14-го века, конечно, ни о какой-то математике не знал. Но идея была абсолютно правильная и логичная. Любопытно, что в астрономии такие же вещи тоже активно используются. Например, вы описываете свойства галактик или свойства систем галактик, и видите там какие-то корреляционные вещи. Если вы видите корреляционные вещи, эти штуки называются фундаментальные плоскости. То есть, вы строите пространство параметров, и видите, там выделяются какие-то плоскости связанных параметров, и вы можете избавиться от ряда из них только потому, что они коррелируют. В этом плане вы не знаете, скрытые это параметры, то есть это наведенная корреляция из-за какой-то систематики, систематического эффекта, или действительно скрытая корреляция, например, массы черной дыры и излучения газа в линиях. То есть энергия, которая связана с обращающимся вокруг черной дыры газом, каким-то образом действует на удаленный газ в галактике или на скорость звездообразования, и вы можете эти корреляционные зависимости обнаруживать. Они будут нелинейные, тогда вы их можете иметь степенные зависимости, вы можете прологарифмировать и вытащить их, и избавиться от связанных параметров. Принцип ОКОМА или метод главных компаний вам помогает с этим разобраться. Есть еще другие принципы очень важные. Природа всегда выбирает легчайший путь, как сказал Аристотель. Это принцип наименьшего действия. Этот принцип наименьшего действия в жизни связан с очень многими нашими выборами, и к нему близко примыкает очень интересная вещь, которая связана с теорией машин времени. Здесь я должен отослать к нашему знаменитому ученому Игорю Дмитриевичу Новикому, именем которого и назван принцип самосогласованности. То есть вы пишете некоторый функционал действия, который должен быть минимален, в том числе и для пяти времени. То есть вы никаким образом в нашей Вселенной не можете убить своего дедушку так, чтобы не появились вы. Вы не можете это сломать. Ну и если вы строите машину времени, то она должна соответствовать этому принципу, иначе вы ее не сделаете. Как ее сделать, это, конечно, вопрос не ко мне. Здесь нужно заниматься еще и кротовыми норами, но в принципе нужно понимать, что такие подходы физичные рассматриваются. Ну и теперь давайте посмотрим на такую штуку, которая называется антропный принцип. Собственно говоря, эгоцентрический принцип, который сформулирован математиком Картером в 1973 году и имеет некое важное значение в современной космологии для того, чтобы понимать, как все организовано. Он имеет двойное звучание. Есть слабый антропный принцип, есть сильный. Слабый антропный принцип говорит, что мы можем наблюдать только ту Вселенную, в которой мы можем существовать. То есть исходя из нашего существования, мы можем сделать какие-то выводы об окружающем нас мире. Сильный антропный принцип уже почти теологический. Вселенная имеет те параметры, чтобы в ней через некоторое время появился наблюдатель. На самом деле, если смеяться и хихикать над антропным принципом, можно сказать, что в общем плане можно сформулировать ее тофтологически. Мы существуем во Вселенной такой, в которой существуем мы. Значит, понятно, что за этими словами ничего не стоит. В принципе, если мы рассматриваем множественность Вселенных, а именно бесконечное их количество, их возможность рождения в каждой точке определенного набора параметров, которые приводят к устойчивой эволюции, либо к неустойчивой, если мы рассматриваем это в рамках хаотической теории инфляции, где Вселенные возникают в рамках полей, которые генерируют, и для этого нет никакой причины для возникновения Вселенной, то и нет смысла объяснять, почему в одной Вселенной есть жизни люди, а в другой их нет. Особенность вот этих случайных полей такова, что мы всегда можем выбрать Вселенную, в которой более-менее удобно появиться в жизни, а можем выбрать такую, в которой неудобно. У нас бесконечное количество этих возможностей. И в этом плане антропный принцип теряет свое первозданное значение, то есть он становится как бы обыденной вещью, которую мы можем использовать, а можем не использовать. Но вначале я сказал, что с моей точки зрения антропный принцип не работает. Ну давайте посмотрим, почему. Во-первых, почему он работает, почему мы заговорим о том, что он работает. Ну да, значит, можно начинать с простейших вещей. Значит, мы так здорово устроены, наши глаза так здорово устроены, что они видят зеленый цвет с наилучшей чувствительностью, а у Солнца максимум в зеленом излучении, именно вот в зеленой полосе имеется максимум. И значит, вот как здорово мы живем, чтобы видеть листья зелеными, несмотря на то, что хлорофилл активно поглощает фотоны этого света. Ну ладно, или будем говорить, вот у нас есть Луна, которая привела к тому, что была ускорена эволюция, значит, амфибии вышли на сушу, стали рептилиями и так дальше пошла эволюция, еще в нужный момент по Земле ударил метеорит, чтобы исчезли динозавры и появились наконец люди. Ну как здорово все подстроено, а в другом месте этого не было бы. Смотрите, как он хорошо работает. Ну давайте будем говорить. Смотрите, давайте чуть-чуть подкрутим параметры физические, ну изменим там гравитационную постоянную, сделаем ее сильнее. И Солнечная система схлопнется, и везде они схлопнутся, и звезды будут не так гореть. Ну давайте ее ослабим, все развалится на части. Ну и давайте поиграем с другими параметрами. Мартин Рис, например, выделил шесть параметров, часть из них физические, часть космологические, которые должны привести к появлению жизни человека и без которых мы не можем жить. Ну один из этих параметров — плотность темной энергии. Понятно, если мы уберем темную энергию, то 6 миллиардов лет назад Вселенная перестала бы расширяться, не стала бы расширяться ускоренно, а продолжала бы сжиматься, и в конце концов бы образовалось гигантское гиперскопление, где было бы много квазаров, но и не было бы нашей жизни. Но мы живем в той Вселенной, как это случилось. Есть различные вариации жизни. И почему мы должны рассматривать ту химию, в которой у нас существует вот такая органика? Мы можем рассматривать и какую-то другую органику, на том же Титане, например, при жидком метане, где есть сложные молекулы, есть климатические изменения, будет какая-то другая жизнь, и какие-то другие непонятного типа существа, но пусть не на Титане, а в другом месте, начнут раздумывать об антропном принципе и говорить о том, как здорово все под них подстроено. А на самом деле нам неудобно жить, мы много болеем, и у нас неудобно устроены глаза, у нас есть лишние органы. То есть антропный принцип совсем не работает в приложении к обычной жизни, даже если говорить о зарплате. Невысокие зарплаты, значит, Вселенная неудобна для нашей жизни. Ну а самое главное, почему я говорю, потому что если мы посмотрим на реликтовое излучение, на угловой спектр мощности, она показывает, сколько энергии выделяется с неба, регистрируется на Земле в заданном размере угловом. Мы изменяем угловой размер, у нас другая доля энергии, уменьшаем другую долю энергии, строим эту функцию зависимости, и раз, видим, что низкие гармоники, она на самом деле квадруполия очень маленький, ниже, чем нам бы хотелось для этой Вселенной. Хм, проблема. Вся Вселенная устроена так, что квадруполь маленький, и нам это не нравится, потому что заставляет нас думать о каких-то других задачах. Вселенная в квадруполе-то не подстроена по человеку, а квадруполии для нас очень важны, антропный принцип на уровне квадруполии не работает. Докажите обратное. Но заметим, что есть много других вещей, и здесь я скажу вот о чем. На самом деле принцип наименьшего действия нам очень важен и в обычной жизни, которую мы используем в космологии, и, по-видимому, об этом стоит задуматься, когда мы вообще говорим, как мы можем минимизировать наше вмешательство в жизнь Вселенной, чтобы она жила дальше хорошо. С нашей точки зрения хорошо, сама Вселенная этого не знает, как бы ей не навредить. Во Вселенной работает закон, второй закон термодинамики, роста энтропии. Чтобы его не увеличивать, мы должны поменьше вредить друг другу. Ну и закончу я известной философской фразой группы художников Медьков. Медьки никого не хотят победить. И именно в этом состоит некий жизненный принцип, который можно, наверное, расширить и на всю Вселенную. И тогда мы поймем, что антропный принцип — всего лишь часть чего-то большого и, может быть, начало попытки понимания Вселенной и с других точек зрения.